Я о сексе не говорю, я к тебе домой не поеду, я не хочу целоваться, мы еще мало знакомы, я не такая. Легко соблазнить девушку, если она расфуфыренная фифа, либо если она очень красивая. Достаточно обладать хоть каким-то опытным пониманием, а также показать ей свои бабки. Попробуй соблазнить обычную девушку, у которой много тараканов в голове, которая никого к себе не подпускает и с которой очень сложно сближаться. Вот это реально высший пилотаж. И так как такие девушки обычно всех отшивают и никому не дают, и с ними нужно находить уникальный контакт. И я тебе покажу в этом видео, как я это сделал. И как-то раз летним вечером мы вышли на охоту в парк. Я увидел сидящую на лавочке рядом с Москва-рекой девушку. Думаю, дай-ка к ней подойду все-таки, как-никак разогнаться, надо войти в состояние. К слову, на тот момент мое состояние было достаточно плохим, мягко говоря. Потому что я не особо хорошо выспался и особого желания что-то делать у меня тоже не было. Но сделав первый подход к девушке за день, произошло это. Смотри и не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий, если тебе нравится и заходит такой формат, такой контент. Поехали! Абсолютно. Здорово. Ты соло? Тащишь? Блин, мне так неудобно стоять, я раком нагнулся, ты можешь это? Да. Можешь встать, кстати. И с тобой отойдем куда-нибудь. Давай. Ну, пообщаемся. Так резко, а если я занята? Чем? Книжку читаешь? Здесь просто обычный только этим занимаюсь, на сколько я знаю. Нет, не вижу что-то. А что делаешь? Фотографии обрабатываю. Ты фотограф? Нет, твоя лифта фотография, которая получилась. Тебя кто-то сфоткал и не обработал? Нет, обработал. А, подожди, смотри, как можно. Сесть не можно. Что это такое? Параместик. О, смотри, мы уже с тобой на лавочке сидим. Отлично. А, как тебя зовут еще раз, что-то я проморгал. Привет. Привет. Что, ты чилишь? Мы стоять пять. Ага, а сколько тебе лет? А что, сразу задал вопрос, какие анкеты что-то выполняют? Ну, тиндер, да? А, как ты хотела. А, я тиндер не сижу. А, его уже нет, он не закрылся. Ну, и... Ну, у нас живой стабильный тиндер. Такое тоже бывает. Такое тоже нет. Ну, я просто признаюсь, я, типа, должен друг подъехать через полчаса. И все, и я уеду. Отсюда. А, типа, сейчас надо. Скорее всего. И мне надо что-то... Ну, вообще, в идеале, да, я просто в последнее время пунктуальный. Просто он уснул. У меня друзья очень странные. Мы договорились встретиться, он уснул, и в итоге... Ну, вообще планировали. Что-то планировали. Мы хотели вдвоем пойти в клуб. Симач, например. Так сказать. Провести трактор. Вдвоем с другом, да? Не надо, почему-то. Познакомиться с кем-нибудь, может быть. Быть нормально. Че-нибудь... Че-нибудь сделать, придумать, да. В институте сидишь? А покажи фотки, кстати, свои. Сразу оцени тебя. Не надо бояться этого. Лишь, ты в фотографии. Ты же ради этого и как раз... Мужской взгляд. Блин, ничего страшного. Это... Ого. Вот это балет. Вот это балет. Я так же умел, наверное, лет в 13, когда тэквондо занимался. Но это было максимально... Не похоже. Ну, можно понять, чем я занимаюсь, с вами. Я тупой. Это... Балет, вальс. Что это? Балет? А вообще как, если нужно? Атлетика легкая. Ну, просто я не знаю, что... Балет, вальс, это атлетика. Нет, но я предполагаю, что какие еще варианты есть накидываете. Я же не знаю, что это. Танцы. А, ну, танцы. Танцовологичное, да. И что это за вид танцев, как говоришь? Это... Что-то дало. Что-то дало такое. А ты сможешь прямо сейчас, только без тапочек? А то у тебя ногу поднимешь, и у тебя тапка улетит в воду, и придется показать свои... Да, конечно, сейчас мы... Давай, реально. ...поставим, чтобы... Слушай, у нас идея, кстати, очень хорошая. Ни разу не пропала. Серьезно? Надо, я думаю, попробовать. Так и что, ну рассказывай, парень-то у тебя есть? Да, с курсом. Серьезно? Отлично, меня тоже видишь в кольце уже. Она мне уже сделала предложение. Помолочь нам здесь, а в кольце не выйдет. А у меня все в слевой руке, типа, я не парень, да, я парень простой, знаешь, в этом плане. Да. Что за запах такой? Помойки какой-то. Это Москва. Это просто Москва. Что это, откуда? Я не понимаю, мы сидели, все было хорошо. Это из воды пока бывает. Ты думаешь? Да. Угу. Придешь еще немножко, да, на шпуле. Ты знаток уже, короче, шаришь за весь Пальгольково, я так понимаю? Нет, просто только что оттуда шла. Так сколько тебе лет-то? Признайся, ну ты молодо выглядишь как-то. Ну, девятнадцать, да? Ты девятнадцать? Ну, девятнадцать? Нет, ну сколько ты? Да девятнадцать. Нет, только девятнадцать. Ну, хорошо, что хотя бы восемнадцать. Хорошо, что дают в целом. Да. Это уже хорошо. Я не знаю, блин. Ну, я во-первых, начнем с того, что тебя не полностью рассмотрел, чтобы сделать какой-то вердикт. А нужно отстранировать так сверху? Ну да, продефилировать, продефилировать слегка там, знаешь. Угу. Просто как иначе. Иначе я не пойму. А что возраст решает? Возраст многое решает, на самом деле. На тебе сколько? Мне 26. Окей, мне 26. Это правда. Да? Да. Прекрасно вообще. Но ты выглядишь старше тут. Ну, я не только выгляжу старше. А что еще? Так и что ты в салоне, в парке Горького сидишь? В чем кайф? В чем кайф? В чем кайф? У тебя друзей нету, подруг? Нет. Просто люблю. Или ты решила познакомиться с кем-нибудь? Нет. Поэтому я села сюда, от всех подальше, еще с позойком всем. Ой, ой. Да, конечно. Если бы ты хотела с кем-нибудь познакомиться, я пошла в какое-то заведение. Логично. Серьезно? Какое, например? Да, любое. Ну, давай, на скидку. Куда бы ты пошла? Куда бы пошла? Куда пошла? Я, честно, мама тебя тоже не сходила. Типа, если ты с кем-то в компании, с друзьями. А так и как мы сходим. Ну, друзья, у тебя, мы так уже поняли, не совсем много. Поэтому и тусовок тоже не так уж и много. Не так уж и много. Ага. Да нет. Просто у тебя друзья, у всех дела. То парни, то семья. Семья, что? Ну да. В основном, сейчас и семь. С парнями дружишь? С парнями? С парнями. Знакомые. Ну просто, которые уже женаты. Которые уже женаты. Как мы с ними общаемся, так поддерживаем отношения. Ну, контакт. Ну, это реально когда друзья. Ну ты в такое не веришь? Наверное. Такого реально было. Нет, я знаю, такое не бывает. Нет, такое может быть, если ты там с университетом, или из какой-то школы познакомилась с каким-то, с какой-то компанией, например. А просто как еще? С танцев? Вместе танцевали. Да, мы с танцев. Возможно с работы. Вот. Нет, по-любому сначала что-то там кто-то кому-то чувствует, но потом через какое-то время тот человек, который не чувствует, он дает понять, что мы с тобой можем просто быть друзьями. Заталки какие-то из ВК пошли? Нет. Ну типа так и есть. Просто что если... Просто такого не бывает, что парень, девушка какие-то, а тут прям друзья. все равно, парень дружит с девочкой, потому что она ему симпатично хотя бы, внешне там, еще что-то. Ну либо с детства все идет. Ну либо два варианта здесь на самом деле. Реально. Ну с детства это прям как уже такие друзья. Близкие. Близкие люди друг к другу. Все друзья, которые с детства, потом превращаются в друзья. Ты, короче, уже на опыте, я понял. Уже чисто фраер. Ну, кстати, не всегда. Они все равно, все равно можно все равно, типа, общаться, там, встретиться. Но все равно у всех разные жизни. Угу. И все остальное. Угу. Так, а на личном как у тебя вообще? Все три человека. Ну типа есть что-то? Или что? Что-то нет. Что-то как-то мимо все. Что-то отлично вот тогда. Ха-ха. Ну я не занимаюсь такой поиском. Вообще. Ну... Ты же танцуешь. Танцы это уже, знаешь, в апреле какая-то привлекающая такая история, когда ты демонстрируешь свое тело, показываешь, крутишься, вертишься. Да. Мужской пол видит только обложка. И все. И это неинтересно. Угу. Реально. Угу. А дальше-то что? Ну, а у него какая обложка? Я просто... У кого парня? Да. Типа что? Вот он кто-нибудь... А потом... Ну вот и что? Ничего. На тебя? Ты имеешь в виду или что? Я не понимаю. Он видит типа обложку и что потом? Ну а потом общается с тобой и узнает тебя поближе. Ну а дальше все заканчивается. Как бы с тем, что как бы... Ну просто что парень предлагает ему что-то такое. Что-то такое да что? Что-то такое странное. Ну ладно. Ну просто... Ну просто... Странное что-то. Нет, да нет. Ну просто... Секс у нас стал странным. Нет. Сейчас просто... Как бы когда... Ну видит симпатично просто девушку, которая там мало парня свободна. Так. Угу. И когда у нее спрашивают есть ли парень, она такая типа нет, нету. И как бы... Либо он не верит, что такого не может быть. Либо она просто имеет много друзей, с которым хорошо просто проводит время. Типа ей достаточно, чтобы не иметь парня. Вот. Либо просто... Как ты запутанно говоришь? Нет. Ну пока. Что запутанно? Я могу расшифровать. Не-не-не. Нормально все. Я понимаю, но запутанно достаточно. Но видно, что ты как будто редко общаешься. Редко знакомишься. Я не скину знакомую с людьми. Я была в Дубае. Одна полетела реально. Блин, ты вообще интроверст какой-то жесткий. И... В том-то и дело, что я всегда за компанией. За... Тусовку вокруг себя. Но... Ее нету у тебя. Я так понимаю. Ну типа... Нету такой компании, с которой ты можешь выйти и потусить куда-то. Или есть. Ну чтобы каждый раз... Каждый раз нет. Ну чтобы, например, не было по душе, я такая... Слушай, извини. В нашем возрасте уже любая тусовка... Любые люди уже растворяются куда-то. К сожалению. Ну так происходит. Типа... Сначала там школа. Все как-то вместе в университете. Все как-то вместе. А потом уже все расходят. Это типа классика. Да. Можем с тобой, кстати, прогуляться. Потому что у меня в любом случае... Ахахаха... Оттуда идти надо будет. Ну ты пойдешь. А что я? Ну ты тогда пойдешь. А им нет смысла? Ну... Вместе прогуляемся. Может там где-нибудь посидим. А я... То есть я провожу тебя? И потом... Да нет. Нет. Сядем на лавочку. Куда-нибудь посидим. Да нет. Я просто люблю облокотиться. Ну и типа мне... Здесь... Мне вайп не нравится. Вайп? А какой вайп? Куда мы будем смотреть? На листву вайп? Вот вайп. Вообще-то вот вайп на реку. Хахаха... Ну не знаю. Нет. Что-то хочется другое. Хочу куда-то. Да я знаю, что не рассказываю. Я вообще в Москве родился. А да ты в Москве? Конечно. Ты из Москвы? Нет. Откуда? Опа. А вот она откуда. Закрытость. Я тебя прочитал. Почему? Девушки не такие. Они наоборот открытые. У меня подруги такие все. Они хотя бы за знакомство. За вот это вот все. Когда приезжают... Зови. Зови. Наша тусовка чистая. Перелетай сюда. Ну пойдем. Пройдемся просто. Поглянь. Там сядем куда есть. Чтобы людей встречали. Как ты не знаешь, что ты пришел? В смысле? Если я сидела спиной вообще. Ну ты сидела с краю. Типа тебя было видно просто там с этого. И проходила, вижу сидит девочка. А я как раз думаю, блядь, мне надо с кем-то пообщаться, потому что иначе я буду чувствовать себя... Ну мне будет скучно. Буду чувствовать себя... Что с тобой? Ты в порядке? Да. Ты помнишь, как меня зовут, кстати? Ладно, как меня зовут? Не, подожди. Ладно, подожди. Андрей. Маша? Маша тебя зовут? Андрей? Маша? Нет, ну и Маша, я. Маша, ты знал, ты это только помните, я знала. Маша это просто писание, ты так упрям. Я не люблю, когда меня путают с Машей. Я Влад. Андрей это другой человек. Влад, Влад, Влад. Угу. У меня просто ни разу здесь не было. На том, Влад. Ну, кто-то, что бы там. Я еще и скорпион по гороскопу, прикинь. Ты веришь, наверное, в эту историю? Нет. Просто все девочки верят поголовно в эту... Нет, я такими занимаюсь. Частью и тяжелую. Окей, каким ты занимаешься? Чем ты еще занимаешься? Преподаю. А винишко? А? А винишко любишь? Винишко? Винишко тоже можно, но по настроению. Угу. В центре ты не сидела? Нет. Что такое? А нет. Как ты знакомишь вообще? Смотри, вот ты девушка. Ты не можешь никому подходить, потому что типа не принято. Нет. И типа ты боишься. Стесняюсь. Нет, я не боюсь. Нет. А что? Ну просто... Я не знаю. У меня нет такой цели. Ну, познакомиться. Когда там... Какой-то там компании, тусовки, когда ты знакомишься. А так просто, например, идешь в грязь. И раз с кем-то познакомиться, то сидит один. Не знаю. Да. Для тебя это, короче, там... Не, это не странно, но это просто не для меня. Угу. Ну и как ты это делаешь? Как я знакомишь? Здесь я правильно понял, что тебе 20, ты не соврала. Хотя ты реально молодо достаточно выглядишь, типа и лицо у тебя такое молодое. Ну это круто, значит 40 я буду на 25. Хахахаха, ты даже вес начала, а потом поговорим. На 200 же. Да все будет 5. Ты меня плюешь, кстати. Ты меня оплевал от всего. Сорри. Мне даже приятно. Ладно, все. Ладно, что я говорю. Я смотрю вообще, насколько ты... Адекватная? Раскрепощенная и адекватная в том числе. Нет, ну и адекватная мне неприятно. Какие у тебя тапки... Забавные. Они же смехом. Ну не жарко мне? Учерковаться. Раздевайся. Снимай их. Что? Надо чувствовать этот мир, эту землю, эту природу. Нет? А ты что, первый раз что-то такое видишь? Нет. Неудобно. А ты чем занимаешься? По всему периметру. Я пиаром занимаюсь, рекламой. Ты, получается, пришла в Паргойково, сидишь, сидишь и читаешь книжку. А, нет, обрабатывала фотографии, все вспомнили. В тот момент, да. Ну, короче, рядом все, кто сидели, они почти все читали книжки. Там такое вайбовое... Хорошевое. Ну, такое, да, ты знаешь, литературное место я это называю. Я туда иногда прихожу подкасты, слушаю. Ааа. Я просто недалеко живу здесь относительно. У меня смокат свой, я в смокате когда приезжаю в центр. Бывает, приезжаю сюда, если тепло. Подкасты. Да. Я туда, я туда... Я туда... Ты двигаешь сюда? Да. На другой... На другой стране. Москвы. Или, или кольца. Или что-то. Да. Нереально. Нет. Ой, так где? Очень далеко. Да, жарко, капец. Я думал ты уже вышел. Поздец. Мои друзья, это что-то с чем-то вообще. Ты нормально себя чувствуешь? Все окей? Какой-то странно. Замедляешься каждую секунду. Я прям вижу, у тебя ноги прям все медленнее. Потому что я на уток попасть. Блин, тебя надо реально как-то под руку брать. Ты идешь где-то сзади. У меня есть такой друг, который идет где-то сзади. И я вот так руку выставляю, чтобы он назад не уходил. Я все, я контролирую все. Все, точно. Вообще, почему я должна подстраиваться, Аня? Почему тебе не проще подстраиваться под меня? Ты сумку всегда слева носишь, кстати. Кстати, да, реально, с правой мне неудобно. Да? Значит, она реально слева идет. Потому что она бьется. Но есть проблема, что здесь велосипеды есть. Так воспитание, это же... Смотри, воспитание, по идее, это навеянное... С родителями идея. Ну, да, если так можно сказать. Понимаешь, о чем я... То есть это, по сути, программа, которая тебя заложила. И не всегда это есть хорошо. Ну, конечно. Потом... Ты же потом... Да, выбираешь. Да. Потому что... Я просто уже шесть лет одна переехала, и... Ты ни с кем еще не общалась? С нами? Ха-ха-ха. Я ее уйду. У нас с куском откроем руководство. Мы уже давно не видели, сегодня встретились с пациентами. Я еще прическу... Короче. Я просто... Я привык идти в таком... В таком... Ну, в близком контакте. Я просто, этот... Кинестетик, короче. Надо чувствовать. Как? Чувствовать надо. Да. Это очень важно. Если я не чувствую человека, у меня с ним становится... Никак. Ну, куда бы с тобой позволить. А вот как ты можешь... Слушай, странно. Я никогда не понимала этого. Ты же не знаешь человека. Ты как край там она. Блин, ты понимаешь, что понятия знаешь и не знаешь? Смотри, понятия знаешь и не знаешь, это абсолютно... Ну, тема такая поверхностная. Потому что ты можешь человека знать, как тебе может казаться. Ну, это да. А в рамках... Это все равно. Понимаешь, мне кажется, какой-то там... Наверное, что ты не должен. Сколько? Ну, 15? Не знаю, меня просто никто не учил. Меня никто не учил, как надо. Я делаю так, как я чувствую. Я же такой чувак. Симпатимый. Понимаешь, что такое эмпатию? А как ты думаешь, тогда в другом человеку это кажется? Ну, сейчас пытаешься... Пытаешься, с твоей точки зрения, сказать, что тебе не камерфоник, а? Нет, ну, мне интересно, что в этот момент ты и короче не думаешь. Я просто считаю, ну, я просто считаю так, что если есть взаимная симпатия, то по идее двум чувакам должно быть в кайф как-то сбежаться. Они могут тебе это позволять, потому что, ну, они кайфуют оба. Если кайфуют только один, то, наверное, да, это какая-то хуйня. У нас же тиндер, смотри, в тиндере обычно вопросы задают. А ты, короче, в средстве тиндера? Не, я там, блин, сидел месяца два, наверное, только. Ходил сюда месяц? Да, да, ходил. И как, ожидание с реальностью совпало? Ну, пару раз не очень совпало. Не очень? Типа по внешности? Ну, и по внешности, и по кому-то коннектору. Не знаю, мне кажется, мне больше всего важен именно коннектор. Если его нету, то все. Сори. И это будет означать, что все. С человеком я точно не смогу. Ну, понимаешь, что даже, вот ты как девочка, наверное, думаешь, что каждому мужику надо там секс. Ну, там думают только о ебле. Да. Есть у тебя такие мысли? Да. Вот. Смотри, это так и происходит. Это так и происходит, потому что нет. Ну, лично это может быть у всех по-разному, но там среди своих там подруг и знакомых, и у меня самой. К сожалению, не так и происходит. То, что все хотят трахаться. А ты не хочешь трахаться. Смотри. В первую секунду нет. У кого клитор из нас? То есть орган, который придуман для получения удовольствия. Давай с козырей начну сразу. Сразу тебя закопаю. Типа у меня находится? У тебя? У меня, конечно. Это понятно. То есть, если кто больше кайфует, смотри, кто больше кайфует от секс. Первые пять минут девушку, то ладно, не первая. Не, если мы с такими категориями, то, конечно, естественно, никто не будет общаться, если он физически не испытывает какой-то интерес хотя бы или влечения. Ну, или что-то около того. Так это нормально вроде? Ну, это нормально. Ты все равно, понимаешь, меня не интересует одна ночь. Одноразва акции. Да, как-то тебе предлагается одна ночь, а в дожде. Ты к чему вообще сказала? Да нет, не сейчас, в данный момент, а в принципе вот так. Сейчас интересует, короче. Обычно не интересует, понял? Не, ну, друзья, реально, типа, что... Почему ты именно с этого решила начать? Одна ночь. У тебя какой-то... А, я понял. Тебя, наверное, когда-то... Либо, знаешь, начинаешь общаться, типа, хотя бы просто... Поиспользовали, да, и бросили, и ты думаешь, что всем теперь надо только секс, а тебя? Нет, слава богу, у меня не было такого опыта, и это к лучшему, но я как бы до этого не довожу, потому что я понимаю, что... До секса? Да, не контактиком на ссоре, вот. А хотя сколько там бы не было, либо понимаешь, либо это могут быть просто красивые слова, там, я там все сделаю, типа, хочешь, я приеду, хочешь, там, это все, и все, и все. Ну, ничего не происходит. Ну, короче, на переписках, там, на каких-то обещаниях... Че обещают обычно? Классно, пройдем время, там... А что будет туда классно провести время? Вообще-то не знаю. Если ты находишься с приятными людьми человеками, то время обжать будет и так классно. Ну, просто, например, человек, например, приглашает тебя на свидание, там, еще что-то там скажет, вот там будет, там, музыка, кальян, там, пластинка, фильм, туда-сюда. И потом, когда, ну, типа, все, он такой, я жду, я жду, я жду этот момент, я не верю, как бы, до последнего, а потом, когда, ну, че, встретимся, нет, типа, я занимаюсь, нет, я работаю, нет, я, как бы, а зачем, типа, зачем тратить на это время, когда вот это все расписываете? Я понимаю, что такое работает, я сама работаю, 25 на 8, вот, и... У тебя прям особо на время. Ну, нет, сейчас, летом нормально, а вот с сентября плотнее. И ты хочешь сказать, что летом ты не хочешь еще парня себе, там, секса много, любви, там, и вот таких эмоций приют. Ну, понимаешь, сейчас будет, будет, я этим, как бы, поиском не занимаюсь. Как же ты себя в клетку заковала сама? Нет, ну... Будет, будет, да, если не будет, то я буду страдать, да, и в одиночестве проходить. Почему я страдаю, почему ты решил, что я страдаю? Если бы я страдала, то я бы, наверное, сидела бы дома, закрытой, такая вся, и все, и все есть. Но мастурбация – это не выход. Мастурбация – это не выход. Нет, ты вот, ты просто не встречал такого, как я, типа, с таким мышлением, возможно. Тебе кажется, что девчонки... Причем, я много кого встречал, поверьте. Девчонки, в основном, типа, они реально там тоже все хотят, не спорю, это тоже нормально, но все равно, понимаешь, грязниться, лишний раз, ну, зачем? Иногда, да, хочется, типа, без обязательств, типа, секса в дружбе, но... А дальше что? Блин, а зачем думать дальше что? Ну, типа, кайф, кайфуешь там? Кайф есть? Да. Прикольно. Почему в моменте? Это можно и растягивать. Мне кажется, если тебя после одного секса парень сразу бросает, я вообще, ну, на релаксе. Я считаю, что я живу один раз, и если я буду об этом париться, типа, норма это, блядь, не норма, я буду жить несчастливой жизнью, буду очень много загоняться и жить с тараканами в башке. Я не вижу смысла этого. Ты понимаешь, что не могу жить счастлива, все равно, там, имея реально одну свою? Сейчас, если мы возьмем статистику, то нет, не могут. Статистика браков и разводов, я тебе рекомендую посмотреть. Я знаю. Поэтому ты должна знать, что это хуетая ебаная, блядь, эти браки, все и... Ну, это факт. Сейчас это просто... Сейчас это просто не то время. Да, это ничего, это ничего не значит, просто ноль, как бы, просто бумажка. Вот, видишь. О чем я тебе говорю? А если ты говоришь... Хотя это много потерял своих подруг, за счет того, что они выше замуж. Ну, они потом все равно разведутся, раз или поздно, есть такой вот плохой фактор у этого, негативный. Такая крыса, мышь, а что здесь? Где? Ты видишь? А, ну, нет, может, вон, в цветах, честно. Она там здесь была. Или там, наоборот, по нарастающей идет. Не знаю. Когда у тебя последний раз секс был? Прямо все вопросы. А что такое было? Вон, не знаю, от... Может, с тобой не эти, там, не друзья, вот эти? Вечный, да. Давай. Это надо доверие. Да зачем? А что такого в сексе-то, подожди? У тебя... Да нет, ничего. А ты так боишься о сексе поговорить? Нет, я не боюсь. И люди бывают. Да нет, я не боюсь, но после открытых, то есть, мазоком человеком, это, не знаю. Опять возвращаемся к всеми знакомых. Ну да, нет, но обсуждать, типа, вот это все в жизни. Окей, стремится вам много знакомых. Там, в 10 лет. Ну, я подруга могу, понимаешь, обсуждить, типа, там, с... Я тебе пытаюсь сказать, что это не важно, типа, сколько ты знаешь, человека можно общаться на любви. Стильно модно, типа, говорить о сексе, там, у меня знакомые вообще-то начали секс-просветом каким-то заниматься, там, все. Секс-просветом? Да, что-то там... Ужас какой. Тебя просветили уже секс? Или еще нет? Нет, я так и не знаю. Ты даже за сумку схватилась, вот так смешно выглядит. Ты прям очень закрыта, я вижу. Да ладно. Закрыты после, то вот так, если ты сидел. Ну, так удобно реально сидеть. Ага. Ну, я сижу, типа, я закрытый после сижу? Да. У тебя сумка закрывает. А она всегда так. Ты классика. Тем более, когда я сижу. И не хочу я на лавочку пловюсь. Ну, так я дождусь ответа или нет? Сколько надо ждать? Сколько надо ждать? Ответа. Когда в последний раз был секс? Да. Ну, это важно. Типа, ты сразу поймешь, что, типа, понятно, там, он... Да я уже все понял. Ты думаешь, что-то это изменит? Да нет, ну, ты ничего не понял. Давай так, ладно, как сейчас ты маструбируешь? Более приземленный вопрос начну задавать. Да нет, ну, я тебе не буду отвечать на эти вопросы. Почему? Ну, типа, они бессмысленные, что ты, как бы, об этом знаешь, тебе не горячо, не холодно. Как и любые другие вопросы и любые другие ответы. Не да, ну и... Давай давай вообще не общаться. Не горячо, не холодно в любом случае будет. Да нет, ну... У тебя барьер, да, какой-то, я так понимаю? Это я уже понимаю, да. Нет, барьера нет. Боишься ты, короче, секса, мужиков, скорее всего, да? Я не боюсь мужиков. Боишься, пиздец. Это очень страшно. Ну так. Хорошо, ты можешь ответить, когда ты на этот вопрос? На какого? Когда у тебя был последний раз секс? Ну, ладно. Нет. Месяц? Два? Нет, позавчера. Ну, столько. Ты девушка есть? Нет. У меня очень сильно... Да. Ну, я познакомился с девчонкой в клубе еще на тех выходных. Мы встретились только в четверг, потому что, блядь, все заняты, все такие... Да, работающие, у всех какой-то график своеобразный, поэтому, да, у меня есть такой косяк. Я раскрепощен в этом плане, у меня еще похуй. Я могу говорить на любые темы, я себя не сковываю, знаешь, типа сексуальные темы, несексуальные темы. Это, во-первых, ни о чем не говорит. Это ж не говорит о том, что мы сейчас с тобой поговорим и сразу потрахаемся. Хотя ты безумно этого хочешь, я вижу по твоим глазам, но нет. Это просто обсуждение... Приземлил меня резко. Приземлил? Да. Ну, какие-то... Ижение постоянно здесь. Что происходит? Расскажи, ты у нас знаток парка Горького, судя по всему. Нет? Я очень резко зацепилась. Блин, офигеть, только вот я расслабился и какая-то хуйня начала вот здесь вот образовываться. Пойдем дальше с тобой пройдем, что-то я не кайфую от этих машин. Я уже привык с тобой в админкете. Приятный? Уже, да, уже какая-то. Сумка только у меня по члену где-то, в маку. На самом деле все нормально. Если мне этот пак, удручайся. Ну, ладно, для тебя так, что мне тут нравится. Все для тебя. А с этой и туман. Ты имеешь петь? Напой песенку какую-нибудь. Или ты только танцуешь? Ножки свои прекрасно задираешься. Блин, мне реально очень интересно. Я не знаю, тебе ножки. Ну, это я уже понял. Подожди, стой, стой, стой. Я смотрел второй аватар после того, как у меня у родителей умерла собака. Точно. Собака детства. Шерри. Очень грустно было на самом деле. Неделю буквально ходил. Я, короче, друг позвал к себе. Он игроман лютый. Он говорит, приезжай ко мне. Типа, будем выиграть играть. Я, короче, приехал к нему. Мне было прям хуёво, потому что типа с этой собакой ее в 11 лет купили, когда я жил с родителями. Купили. И все детство типа жили. И очень долго. Ну, кажется, это не то, что долго. Очень много всяких моментов было. Там и путешествовали, короче, с этой собакой. Вот. В итоге она умерла от старости. И пришлось на неделю свалить. Скажем так. Ты вот сюда встала, да? Да, куда. Ты, если шаришь, ты меня скажи, посориентируй, куда идти. Почти. Куда, наверное, да? Я тоже, да. Это тоже подвозь, наверное. Опа, опа, опа. Или там будет возможность. Ну, там вроде выход. Ну, нет, выход, выход и там тоже. Да нет, пойдем уже там, сейчас я не просто нахуй не залусь. Пойдем. Так что вот так вот. Грустная история, так сказать. И после этого, как раз-таки, я почти-то несколько недель, по-моему, пошел в Ламонара. У меня ассоциация просто с работой до сейчас. У тебя была вообще какая-нибудь собака или кошка или что-то такое? А у тебя родители? У меня была в лесу только черепаха. Я хотела черепаху себе. Черепаха. По-моему, у меня... Ну, только не в воде. Хапут. Есть те, которые в воде живут прям? Да. Мне прям живут, то есть спят там? Да. Пахни бешком. Не специальные черепахи такие есть. Селен с жабрами? Типа рыба-черепаха. Первый раз слышу, естественно. Да ладно, черепаха есть подвольная, есть сухая. Не зацвет, не бывает. Которая в потаски бегает. Вот я просто в какой-то момент забыла про нее. Потому что я никаких звуков не сдавала. И все, и папа такой думает. Говорит, что давай молчи, а дадим нормальный дуть. Ты такая молчаливая идешь, молчишь постоянно, как будто интроверты, как будто очень редко знакомишься, редко общаешься. Почему? По-моему, я рассказываю тебе все. Я поняла, ты сейчас типа специально так сказал. Это была шутка. Вот. Я люблю, вообще я люблю море. Я тоже люблю море? Либо океан. И я надеюсь, что ближайшее, ближайшее, ближайшее на будущее я... На Бали. Или Таиланде. Турция. Крым? Я не знаю, что это. Куда еще, ближайшее. В Дубае. А, в Дубае? Так там же жарко, пиздец, там некомфортно жить. Я согласна, но это нужно все потерпеть два месяца. Короче, я ему сказал, что я с подругой. Блядь, мы жены сюда едут. Ты прикинь? Они еще издеваются, блядь, или что, я не понимаю? Что за прикол надо? Да, я тебя. Что за прикол, блядь? Ты прикинь, какой вообще юмор? Мы с тобой уехали специально на своих двух ногах от машин. Чтобы они за нами приехали. Можно расслабиться, облокотиться еще, кстати, ты в курсе? Во. Пиздец, какой. Да, давайте остановитесь. В принципе, да, нормально, прям здесь можете встать. Да, пробка просто. Все намекает на то, чтобы мы поехали ко мне в гости. Так, ну, ты друг не ждешь. Я ему написал уже. Что? Я написал, что я девочку нашел. И что, типа все? Подружку. Ну, он говорит, ну, общайся. Он все равно едет куда-то сюда. Я, правда, не знаю, зачем. Мы с ним планировали все матч. Наверное, он туда поедет теперь. Сразу. А ты? Все время уже час. Не знаю, что можем придумать с тобой. Если у тебя планов не было, конечно. Я не знаю, насколько ты у нас занятая дама. Можно... Я, кстати, это... Не привыкла ты с мужчинами сидеть, я понял. Ну, честно, я так не сидела. Блядь, ну, это пиздец вообще. Я вообще угораю нахуй. Я потом тебе говорила, что... Это просто какой-то трэш, нахуй. Это реально какие-то намеки, типа... Влад, давай увози ее на квартиру, блядь. Не знаю, там, пей винишко, кури кальян, там, делай что хочешь. Уже это какой-то... Ну, ладно. Пойдем, хочешь, пойдем? Я верю, что они... Бля, не, надо идти, да. В пизду. Веселуха с тобой, конечно. Ты у нас реально... Собираешься кинься. Не надо. Подожди, кто мне про путь сказал там, про озеро? Ладно, хорошо, про путь сказала я. Но ты выбрал эту. Нет, причем они будут путь им встать. Значит, это так должно быть. Да я тебе говорю, это какой-то закон, блядь, сговор, а не в сговоре. Пойдемте, ладно. Погнали ко мне? Как раз. Давай. Можно на такси поехать, кстати. Я, Леонечка, на эту же я ходил, где-то есть. Старый, привет. Че, нет? Нет, не к тебе. А? Не к тебе. Че, поломаться сейчас будет, что ли, серьезно? Нет, ничего, нет, ничего. А я же тебе не предлагаю секс. Нет, ну прям, ну а что, погода прекрасная. Не спорю. Но... Тем более, уже после датча была, хотя бы уже 25. Да, я знаю, ничего. Всему тебе надо, блин, 20 лет, офигеть, я не думал, что 20 девочки могут быть настолько скромными, как ты. Представляешь? Так давай, когда у тебя был последний раз секс? Ну прям реально интересно. Год назад, я не знаю, 10 лет назад. Ну слушай, ладно, я тебе скажу, год прошел. Офигеть. Реально? Да. Вот это прикол. Ну дальше не буду говорить, сколько еще. А что дальше ты? Ну типа, год прошел. Если год, год уже прошел, это уже много, мы говорим. Это уже много, да, с которым жил. Ничего не жалуюсь. Да на самом деле, я целый год была в работе. Прям реально, мне невозможно было там. Я уезжала в 7 утра, из дома приезжала в 12. Ты когда говоришь, что у тебя носятся, кстати, вот так вот двигаются вверх-вниз. Спасибо, не знаю. Это забавно. Кстати, у меня вот так, вот здесь у кого-то есть горбинка, но у меня прям. Ты когда говоришь, у тебя нос, короче, он у тебя вверх поднимается, и нос становится прям очень ровным. А потом, когда ты перестаешь гореть, он чуть ниже опускается и становится уже с такой небольшой горбинкой как будто. У меня нет горбинки на носу, у меня ровно все. Реально. Ну ладно. Знаешь, самое главное, это верить во что-то. А там уже, в принципе, вера, она спасает. Ну и, кстати, всегда сейчас спасает правду. Я, кстати, всегда за правду. Правду, ты сказал? Правда. А почему есть правда? Сейчас, подожди. Почему есть правда? Ого, прикольный. Что это такое? Цепочка на ногу, я не знаю, как это называется правильно. Броскет на ногу. Броскет на ногу. Понятно, короче. Да, ну, не знаю, я, по крайней мере, что-то предложил тебе. Типа, можно... Ну, можно потусить, да. Что-то не понравится, можешь уехать. Я тебе, блядь, я не маньяк, насильник, там, или кто-то. Мне пофиг. Конечно, я был позавчера с этим. Не, подожди, я тебе говорил, что у меня либидо повышено в последнее время. Это чем связано? Вот я не знаю, я не знаю, у меня просто какой-то период. Вот как у девочек есть месячный человек. И все, что до них происходит, все, что после них происходит, там тоже какие-то циклы. Вот у мужиков тоже какие-то есть такие циклы, когда не хочется тратиться вообще, когда пофиг на это. Или когда пиздец как хочется. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, циклы какие-то, возможно, еще что-то. Но я всегда думала, когда не хочется, это значит, что он занят чем-то, ну, типа работа. не не всегда сейчас а что для тебя отношения для меня просто есть либо серьезное отношение когда ты живешь с человеком строишь совместный план у вас офигенный connect и просто отношения с человеком девушка например свободные я просто не знаю как можно знать сейчас я не вижу необходимости я пока простую финансово это важнее пока я не достигну определенных высот потолков пробьют тогда я мне кажется не буду об этом серьезно думать уж зачем это лишняя ответственность лишняя трата времени ну я не против конечно познакомиться с девчонкой там с ней какое-то время тусить да я влюблялся 17 лет я влюблялся я сильно влюбился в девочку но мы даже с ней не трахались у меня была просто любовь я влюбился в нее именно как в человека вот ты видишь реально вот видно что ты вот мало общаешься много общалась бы с мужчинами ты выбрала себе вот так волоса сама и отодвигала их это классика блин кашлятых мне кажется мне волосы просто отправляют горячее ты конечно вообще особенно вот здесь здесь прям очень горячим чувствуешь ну тебя вот здесь по напрямую что-то скажи любишь целоваться вообще ну что поцелуемся кажется офигенная у нас тобой атмосфера блять грузовики разгружаются озеро очень суши это романтика звезды звезды где хотя бы одну видишь да ты ни одну не видишь нет стой подожди куда смотришь а вот эти маленькие что-либо похоже на большом видеть зрениях я их я их вижу но очень слабо ты сейчас ловаться будем кто-то вас пусть не раз парни очень наверное разучилась еще до по-любому странно говорили но и дайте было давно очень тебе точно пусть тебе 17 блин покажи паспорт свой не верю реально посадят меня еще блин за тебя все нормально понимаешь сколько даже там моментов наступает и я все равно боишься страхи нет нет и моменты моменты так я все равно как-то от этого куда отхожу мне это не интересно вот просто так я не вижу в этом прикол дебанной фан веселья поцелую но это знаешь там под коктейлями там когда ты в каком-нибудь состоянии музыка и ты находишься вот в этом всем то да возможно это как-то будет момент мне просто мне похуй я я могу прям не париться на этот счет вообще надо расслабиться да смотри как ты как ты прям боишься расслабиться чё не то не включая мозг то есть вот этому проблема что ты включаешь мозг и ты начинаешь думать и такая типа блять боже это это все не то мы с тобой живем блин один раз и кайфуем и все понимаешь вот ну да но я не из таких не из каких вот не из таких которые кайфуют один раз почему один раз ты думаешь у нас по раз что за стереть это не моё маккан пел ты бы не надо поцеловать не камере фома чтобы в такую романтику попали и такой же без поцелу это невозможно во всех фильмах подожди это галочка зачем вы сейчас уже как будто нужно потому что я навеял эту историю понимаешь не просто просто так просто так ну просто ну ты любишь просто будет не будет я не будь нибудь что поцелуй там секс ты так можешь четко все у нас будет секс будет поцелуй не просто так и не тоже там например если на секс мы будем встречаться на пары потом же дети тоже нет это все спонтан даже да это да это момент у нас момент что за смущалась ты внушила себе эту идею да то что нас нет момента ты решил испортить всю нашу коммуникацию весь канал я правильно понимаю ничего не понимаю блять мне не все равно тебе все равно я не буду я буду я не буду просто так поцеловаться все а как не просто тогда не просто поцелуемся я просто логику пытаюсь понять я понимаю что я тебя не понимаю что нет я говорю что мне все равно поцелуемся ли мы с тобой или не поцелуемся в целом нет в целом прикольно ну и в целом это не должно быть просто так естественно обидно ну просто жиру как ты реагируешь на это как будто не знаю я просто взаимность мне нравится когда есть какой-то общий connect не запросто есть в клубе правило 3 чего правило 3 правило 3 чуваков ну да типа 3 человек подошел к ним серьезно нахуя что за прикол зачем блин у тебя стука тараканов может не тараканов просто раздражает особенно если ты говоришь по-человечески типа нет не знакомишься ты в клубе что ты не знакомишься если ты настолько странно не нравится ты в целом приходишь клуб и первым трем горит что ты не знакомишься и потом уходишь подходит нормально неадекватные и все это и уже даже все противостоять короче знаешь что здесь кстати есть зона эрогена у девушек ты типа думаю что совсем деревне совсем я надеюсь конечно в глубине души что не совсем монашка но по крайней мере мне не интересно общаться со всем монашкой я такие девушек обычно отшиваем это вообще не видно это видно по общению по взаимодействию они боятся тем секса они редко трахаются ли вообще не трахаются у них год назад был секс или больше это как но это тоже к этому относится то есть тебе кайфово когда секс у девушки там был раз там хотя бы в месяц то есть она одна я не могу сказать что у меня кайфово но по крайней мере я понимаю что она без заморочек сейчас такое время что усложнять себе жизнь никто не хочет она и так хуёвуюся война блядь ковиды хуиды нахуя спрашивается усложнять жизнь в чем кайф это какая-то сама самоуничтожение какой-то сама маза мазохизм это мазохизм да но смотри я встречал вот например да вот кстати вот она пожалуйста ты любишь эти шлепают до сто процентов сто процентов обожаешь когда так опа опа ты сама себя шлепать хочешь разворотница какая сама сидит тебя шлепает ты шалуни ты шалуни это юмор какой-то подъехал слушай юмористических на самом деле по мне есть разные личности я могу быть разные я тоже я тоже я могу быть кстати очень таким закрытым челом и подпускающим к себе никого у меня очень узкий круг друзей кстати близких что я достаточно избирательный я тебя не хочу не так сразу по крайней мере отличный повод отличный повод обидится тебя бесит когда тебя что я не хочу тебя ну когда говорят хочу а время наоборот я поняла я поняла тебя ну нет тоже не так ты очень забавно кстати в этом убираешь тоже думаешь только о нашем поцелуи ты любишь долго целоваться или блин еще кстати поцелуев бывают неопытные девочки которые засовывать язык максимально далеко это максимально ужасно блять один раз чуть не блеванул таки и парни такие бывают тоже я очень аккуратно свойствами кажется которые сразу запихивать себя ну да секси в том числе а понятно это суббота ну ночь суббота на воскресенье отлично вас тема стоит как поцеловаться для тебя стрёмно просто ты блин ну давай не просто так давай вот поспорим не обнимемся что нет все потому что это знаешь как один раз в школе там пацан тоже хотя мне очень сильно поцеловать тогда я еще не умела целоваться вообще я не было так странно потому что у него постоянно девушки и говоришь то что не между целоваться что но был такой момент когда что не умеешь слова как раз таки сейчас так сказала ну понятно не умеешь но кей ничего нет реально мне кажется 20 ну такую реакцию сделать можно только если ты в двух случаях либо ты не умеешь целоваться либо эти за ты лук съела с утра там бегу нибудь два варианта у тебя какая-то тогда вариантов больше нет либо либо один либо другой вариант здесь может быть как ты себя преодолеваешь вообще как тебе страшно сближаться с мужчиной смотри как даже вижу ну ты можешь себе разрешить хотя бы раз жизни кайфануть и отпустить и да я не знаю я знаю что сейчас ты делаешь все чтобы этого не наоборот может быть такое просто было и потом это я поняла что я вот как-то в детстве сказали если ты съел борщ и отравился это не значит все остальные борщи будут хуёвые ты будешь да но у меня стреки руки холодные в сравнении с твоей спиной ты прям горишься слушай там воспламенилось это я на тебя так влияю я тебя зажег вот это да сколько у тебя сколько у тебя тараканов башки этаж вообще жесть окей я просто но вижу как ты реагируешь и не знаю насколько мне было бы интересно ты почему-то решила что я тебя зову к себе для секса только вот это меня больше всего удивляет ты так решила а ты чё стоишь там пойдем сюда а где я хочу дома я при у меня свидание все дома проходит либо есть connect либо его нету либо кайф ты в любом случае будешь одной из у любого мужчины у любого взрослого мужчины ты не будешь одно единственное это твоя иллюзия рассказка и ты хочешь чтобы я тебя обманывал да дорогая лишь только моей а что тебе должен мужчина сказать чтобы ты такая а ну да давай поехали типа ты вот сама можешь поставить себя на место мужчина с которым ты общаешься легко с тобой общаться или ты знаешь ты думаешь это привлекательно да то есть так серьезно надо знакомиться с кем ты я считаю так если не хочу домой Я вообще не настаивал домой, я просто как бы предложил Не, ну ты говоришь, типа, я хочу домой Ты много раз так сказала, что я хочу домой Я там все свидание дома Вот ты только что стояла, поговорила Ну да, потому что тема зашла за это Ну я не хочу А что хочешь? Погуляйте Да мы уже погуляли, ты что? Уже можно было 2 часа гулять Судя реально, 2 часа Не сдался Ты еще и поцеловаться не можешь Блин, нормально как человек 2 часа ломать, жесть Смотри, как холодная рука Уже поцеловались Уже все, уже все можно Да нет, ну серьезно Правда Правда Видишь, как швы, ничего страшного Ну ладно, если ты боишься Ну боюсь Тебе еще даже понравилось целоваться Ты, 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 ты Я тоже знаю Я тоже знаю Поэтому лучше, ээээ, не начинать А вот так, давай, 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 давай Я тебе придумаю какие-то Отговорки Ну смотри, как классно А, блин Ну может быть лучше Я знаю Может быть лучше? Я даже об этом не подумал Смотри-ка, как меня это Прогреваешь уже на рекламе Но это опасно Поэтому Не думаю о сексе Я тоже не буду о нем думать Пусть будет спонтанное Общение Не хочу Ты, блин, мне навеиваешь, что секс После на нем говоришь Я тебе только о нем и думаю, блядь Член начинает вставать, блядь Поцелуйчики Давай будем кайфать просто от момента, блядь Без этой хуни Я знаю Смотри, мне секс захочется Я поеду в Симач с друзьями Я там найду девушку Ты можешь даже не переживать Пока я хочу просто потусить патчи Или подправить Просто? Да Это бывает? Нет, просто я не знаю Комары ездят по-моему, да? Нет Я не верю, что такое бывает Вау Как это зависит от города, подожди Да нет, ну Ну смотри, я тебе говорю честно Я люблю секс Там Я кайфую от секса Но Если его у нас не будет Это ни на что не повлияет Если он будет Так же это ни на что не повлияет Угу У тебя попа Прям Шепотем наряжу Поэтому ты ходишь, да? В этих своих лотинах Ну понятно Все понятно, Саша Что? Что просто? Лотинчики Ну ничего Просто так Угу Просто Просто Рыбашка И Капочка Домашняя 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 Треть до самого конца Так как в конце для тебя Откроется пак с мини курсами По доступным ценам И огненной полезностью Заинтересовало? Тогда прямо сейчас Переходи по ссылке ниже в описании Либо в закрепленный комментарий И жадно забирай этот бесплатный курс для себя Здравствуйте Сколько нам ехать? Приезд в Сити Да Мужчина, если вам интересно как проходила эта свиданка И вы хотите увидеть ее полностью без урезанных моментов Я напомню, что эта свиданка длилась 2 часа Плюс увоз Плюс еще то, что было на квартире Если тебе интересно, чем она закончилась Ты уже слышал звуки То я тебя приглашаю в свою приватку Она платная, сразу говорю Она не дешевая Но Оно того стоит Потому что помимо этого свидания Там куча другого материала Свиданки мои, знакомства Есть даже видео приватные, которых нету на ютюбе Плюс моя обратка Для тебя Мотивация Короче, если тебе интересно наблюдать за такими соблазнениями Трушными соблазнениями Так как на ютюбе такое никто не снимает И я тебя приглашаю в свою приватку Ну и не забывай, что у меня стартанул курс Мета-соблазн, который ты можешь приобрести Также по ссылке ниже в описании Поэтому всех жду И в приватке, и на курсе у себя Всем пиз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok